Заглянуть в цех и увидеть, как шьют зимнюю экипировку для охотников, делают лодки, мангалы, ледобуры для рыбаков и не только теперь могут все желающие. Алтайские производства наконец готовы впустить в раннюю святая святых. Возможность появилась благодаря профориентационным экскурсиям проекта «Открытая промышленность», который запустили сразу три предприятия региона. Нам дали фото на три предприятия. Самой главной целью, которую мы сейчас реализуем в данной программе, это цель профориентационная работа. Для того, чтобы закрыть кадровые вопросы на промышленных предприятиях, чтобы сделать промышленное предприятие первым выбором. Ждут не только технарей последних курсов, но и гуманитариев. Готовы переучить. Школьники, кстати, тоже могут посетить профориентационную экскурсию. На сегодняшний день каждое предприятие из трех подготовило пять экскурсий и столько же разных маршрутов. Для инженеров, технологов и рабочих. Разработаны определенные методологии, направления, пользуясь которыми наши предприятия разрабатывают свои стратегические планы по проведению этих экскурсий. И на каждую аудиторию разрабатывается особая программа. Для школьников это один текст будет, для студентов другой, для населения. И просто это третий. Кстати, экскурсантам готовы показать не только действующий производственный процесс, но и рассказать об истории предприятия. Капканы. Вот это изделие, которое у нас с самого 1988 года в ассортименте. Понятно, линейка расширилась, уже есть новые модели, но есть образцы, которые всю историю компании выпускаются. Посмотреть, как делают топливные системы для дизельных двигателей, автомобилей, тракторов, комбайнов, автобусов, судов и другой спецтехники теперь тоже возможно. Один из крупнейших производителей автозапчастей не только региона, но и России – завод прецизионных изделий. Готов показать весь процесс. Заглянуть можно не только в крупные производственные цеха. Это у нас центральная измерительная лаборатория, где проводятся самые высокоточные измерения, самые сложные. Так как лаборатория оборудована одним из самых высокоточных и сложных оборудований. Это такие, как кругломеры. А ЗПИ тоже не хватает рабочих рук. Несмотря на то, что каждый день на предприятии трудится более полутора тысяч сотрудников, здесь готовы принять еще сто. Ждут инженеров-конструкторов, технологов, испытателей, метрологов, лаборантов, токарей, наладчиков станков и других. Ввиду того, что производство все время расширяется, совершенствуется, необходим новый персонал. И, следовательно, и сроки на разработки, на изготовление продукции у завода весьма маленькие. Мы отличаемся еще тем, что в весьма короткие сроки мы можем разработать что-то новое. Кстати, благодаря старту пилотного проекта Минпром региона планирует не только привлекать кадры, но и развивать новый вид туризма. Так называемый промышленный. Есть что показать. В данном случае мы ломаем стереотипы по Валтайскому краю. Никто не задумывается о том, что более ста предприятий было перевезено в годы Великой Отечественной войны в Валтайский край. Программу планируют реализовывать и дальше в планах расширить географию. На сегодняшний день в регионе около 300 крупных промпредприятий. И практически каждому требуются рабочие руки. Мария Костолева, Дмитрий Денисов. День с толком.